Всем привет! Ученые Колорадского университета в Болдере решили, что энергия, которую генерирует человеческое тело, не должна пропадать даром. Их устройство потенциально может избавить нас от миллионов аккумуляторов в будущем, ведь гаджеты будут заряжаться напрямую от нас. О новом устройстве, которое превратит тело человека в биобатарею, а также о том, почему Google советует выбрасывать старые автомобильные аккумуляторы в океан, смотрите в этом видео. Совсем недавно группа исследователей из Университета Колорадо продемонстрировали носимое устройство размером с перстень, которое позволит заряжать гаджеты от тела человека. Соприкасаясь с телом, устройство с помощью термоэлектрических генераторов превращает естественное человеческое тепло в электричество. По словам руководителя исследований Дзянь Лянь Сяо, главная цель команды – создание носимой электроники, которой не нужен внешний источник питания. В предложенной концепции есть нечто общее с тем, что показано в фильме «Матрица», где раса роботов собирает органическую энергию порабощенных ею людей. Однако вряд ли можно заподозрить в этом ученых из Колорадского университета. Созданное ими устройство генерирует всего около 1 вольта на каждый квадратный сантиметр кожного покрова, то есть меньше, чем большинство существующих батарей. Но и этого достаточно для обеспечения работы электронных часов или фитнес-трекеров. Основа биоаккумулятора изготовлена из эластичного материала – полиэмина, в основании которого интегрированы несколько тонких термоэлектрических чипов, соединенных между собой жидкометаллическими проводами. В окончательном варианте устройство представляет собой нечто среднее между пластиковым браслетом, миниатюрной материнской платой компьютера и кольцом. Максимальную эффективность устройства сможет показать, к примеру, во время занятий спортом, когда организм выделяет больше тепла. Так почему же Google советует выбрасывать аккумуляторы в океан? Давайте подробнее. На прошлой субботе репортер Violet Blue отправила в поисковик Google необычный запрос «Зачем люди выбрасывают в океан автомобильные аккумуляторы?». Ответ поисковой системы оказался не менее странным, чем вопрос. Из него следовало, что захоронение отработанных аккумуляторов в океане приносит пользу окружающей среде, поскольку заряжает электрических угрей и питает энергией Гольфстрима. Интернет-сообщество в канун выходных тут же взорвалось целой серией остроумных мемов, свидетельствующих, однако, не только о чувстве юмора пользователей, но и о несовершенстве алгоритмов интернет-поиска. Ошибки в их программной логике чреваты откровенными лябами и даже, хоть и весьма забавной, но все же дезинформацией. За примерами далеко ходить не пришлось. Четыре года назад Google Агарошелл пользователь сообщением о намерении президента Обамы вести военное положение и о том, что несколько его предшественников на посту президента США были членами Куклус-клана. Среди прочего, поисковой выдаче были замечены фрагменты медицинской дезинформации и даже цитата из Монти Пайтона. Алгоритм IT-гиганта иногда несет откровенную чушь, вводя пользователей интернета в заблуждение. Впервые шутки о выброшенных в океан аккумуляторах появились в сети аж в 2018 году. Но в том, что они спустя несколько лет оказываются на первой позиции поисковой выдачи, есть серьезная проблема. А если вам понравилось видео, не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы всегда быть в курсе новых изобретений и технологий. Всем пока!